Родился на Урале, в Челябинской области. Глухая деревенька, поселок Истроть. Там был когда-то Свято-Воскресенский мужской монастырь. Затем, когда его в 1937 году закрыли, то на место этого монастыря завезли, на это место завезли душевно больных людей со всей страны. Там было полторы тысячи психохроников. Мои родители там работали. Мама работала с санитарочкой, с самыми тяжелыми больными душевными. 45 лет отдала. Я часто там бывал среди этих больных, наблюдал за ними, мне их очень было жаль. Я же жил мальчиком очень таким впечатлительным, я бы сказал, эмоциональным где-то. Я услышал, что у нас появился врач, который может гипнотизировать, усыплять, читать мысли. Но мне пацану тогда было 13 лет, я учился в седьмом классе. Мне так захотелось встретиться с этим человеком. И вдруг идет, а у меня сестра заболела, 39 температура, лето. Пришли домой. Он фельдшер местного отправил никаких инъекций, никаких таблеток. Сел возле изголовья Татьяны. Он говорит, Татьяна, закрой глаза. Представь, что ты находишься где-то на севере. Холод, мороз. И вдруг, через пять минут, у Татьяны температура была 39, стало 37. Буквально за пять минут. Без всяких таблеток, без всяких лекарств. И вот он меня внушал, чтобы я хорошо учился. Чтобы я занимался спортом. Чтобы я занимался йогой. Чтобы я обливался холодной водой. Чтобы я много книг читал. Он мне это внушал. И вот после его сеанса, я действительно пошел в город. Я стал лучшим спортсменом в районе, в Садкинском, в Челябинской области. Среди 30 школ я стал занимать первые места по легкой атлетике и лыжным гонкам. Мой портрет не сходил с доски почета. Стал книги читать. Популярные психологии. Мне стало интересно о гипнозе. А что это такое? А что это за механизмы такие? А как влиять? А может быть я так же могу, как и Герман? Васильевич. И однажды, спустя полгода, когда он со мной позанимался, я почувствовал, что я тоже могу. Я почувствовал в себе веру. Внутреннюю какую-то. Уверенность такую. И вот уже сейчас на дворе 2008 год. 35 лет уже. 36. И я практикую. Причем я практикую практически каждый день. Я как бы разработал свою программу, свою методику психологическую. Я назвал ее психологическое программирование. С самопрограммированием. Самонастроим. И в моей методике, в моей программе психологической, абсолютно нет никаких устрашений. Практически нет. Я от этого ушел давно. И все мои бывшие пациенты говорят, Виталий Вениаминович, ваша методика, ваша программа, самая подходящая для нас. Самое-то главное, что уходит желание принимать алкоголь на грудь. То есть желание было страшное, мимо магазина не мог пройти. А сейчас спокойно. Абсолютно. То есть, и второе очень важное, очень важное, что у человека открываются какие-то творческие направления. То есть кто-то начинает писать стихи, кто-то начинает писать картины. Кто-то... Да, кто-то начинает активно играть в шахматы, в шашки обучается. Кто-то начинает коллекционировать. Кто-то начинает вновь заниматься спортом, что отрадно. А оказывается, у человека под влиянием моего внушения в моем сеансе вырабатывается активно достаточное количество эндорфина, гормона радости, счастья и внутренней эйфории. Человек избавляется, допустим, от алкогольной зависимости, или от курения, или от какого-то вида наркотиков, или от избыточного веса, или от игромании. К тому же у него уходят различные расстройства внутренних органов. У меня инструмент, вот этот в руках, как у хирурга скальпель, допустим, а у психотерапевта, у гипнолога это шар Бреда. То есть психотерапевт предлагает смотреть пациенту на блестящий шар, пациент постепенно погружается в санлибрис, в гипнотическое состояние, и в этом состоянии лечится словом врача или психолога, лечится, исцеляется, избавляется. То есть вот этот метод, гипнотерапия, сам по себе, гипноз, гипноза лечения, русскими, советскими, зарубежными учеными доказана полная безредность. Полная безредность. Во-первых, физиологичность, во-вторых, приятно, красиво, лежишь на кушеточке или в кресле, расслабился, под специальную мягкую, приятную музыку, отдыхаешь, восстанавливаешься, лечишься, обучаешься, перевоспитываешься, корректируешь свое поведение и многое-многое другое. Эти методики, которыми занимаюсь много лет, сам на себе испытал когда-то. И поэтому я полюбил их и столько лет занимаюсь. Вот уже 36-й год практикую. Субтитры создавал DimaTorzok